Дорогие друзья, спасибо вам за те сказки, которые вы нам присылаете. Я их читаю с большим удовольствием. Иногда за этими сказками видится та личность, которая написала эту сказку. Некоторые переживания, а может быть даже трагедия. Но и те люди, которые читают опубликованные сказки на нашем сайте, не остаются равнодушными. Они присылают нам письма, отвечают на форуме, пишут комментарии под вашими сказками. И для них эти сказки являются неким элементом, который заставляет задуматься. Ведь сказка, она нас сопровождает всю жизнь. С раннего детства мы еще не знаем, что такое репка, но слушаем про эту репку, про деда-бабку от наших родителей, бабушек, дедушек. И нас захватывает вот эта солидарность в репке. Мы сопереживаем зайцу с лисой, когда у них конфликт. И вот эти сказки в детстве нас учат. Учат сопереживать, учат любви, учат эмоции. Да они дают нам нравственный вектор, который потом развивается дальше. Но и взрослые, я уже говорил о том, что присылают-то мне сказки взрослые, и взрослые читают эти сказки, взрослые тоже не могут обходиться без сказок. Ну а к старости вы скажете, сказки не нужны. Так, еще как нужны. В старости мифы, сказки помогают человеку, но прежде всего оглянуться на пройденный жизненный путь, готовят его к смерти. Ему легче как бы смириться с этой смертью. Поэтому сказка, она сопровождает нас всю жизнь. Да, и в психологии есть сказка терапии, которая помогает и тестировать, и избавляться от некоторых комплексов. Поэтому я призываю вас, пишите свои сказки. Они помогут излить свои чувства, избавиться от какого-то негатива, заставить себя задуматься. Но самая главная ваша сказка, она побудет вас к каким-то действиям. А может быть, на вашу сказку кто-то ответит так, что вы найдете выход из этого тупика. Помните про лису и зайчика? Петух-то нашелся, который решил эту проблему и вернул зайчику его добро. Поэтому, друзья мои, пишите нам сказки. Я с большим удовольствием их буду читать. А если вас интересует некоторая психотерапия, то и прокомментирую лично я или наши специалисты-психологи, которые занимаются сказкой терапии, но даже просто читатели напишут пару слов комплиментов вам или зададут какой-то вопрос, все это нацелит вас на размышления, нацелит на то, чтобы вы повышали качество собственной жизни, разобрались в тех тупиках, в которых, ну, сила обстоятельств, вы попали. Я считаю, что сказка нам строить и жить помогает и повысит качество нашей жизни. Я жду от вас писем с вашими сказками. Только прошу, некоторые сказки хорошо бы иллюстрировать, иллюстрировать собственными рисунками. И высылайте их, и тогда мы увидим не только те буковки, которые выражают вот те фантазии, те чувства, которые вас обуревают, но и рисунок помогает как бы образно представить эту сказку. Поэтому, друзья мои, пишем сказки, живем в реальном мире, и сказка нам может качественно повысить нашу жизнь. Я жду от вас сказок. До свидания.